всем привет продолжаем изучать хибернейт в прошлом видео мы создали связь подключили наш проект к базе данных базе данных myoscale а в этом видео будем подключать наши классы связывать с таблицами которые находятся в нашей базе данных и так что делаем первое давайте вот тут в классе main у меня тут в java есть пакет work example принципе я в нем буду создавать вы тоже создайте пакет но главное чтобы он был находился в папке java давайте создадим package назовем его entity и тут создадим класс кар как мы уже привыкли да я показываю примеры на автомобилях так смотрите теперь что нам надо сделать нам надо создать в нашей базе данных табличку автомобили давайте вот здесь там где хибернейт включим так значит смотрите включим консоль нашу и сначала создадим новую схему так если вы не помните как писать запросы честно говоря я тоже их не помню как писать в sql поэтому пользуемся чатом же 5 привет и задаем вопрос как создать новую схему майский либо в любой другой базе данных и тут вот креет датабейс копируем не смотрите вставляем этот код сюда давайте таки назовем назовем education education db база данных запускаем этот скрипт так видим запрос отправился и вот у меня появилась education db то есть если вы перейдете сюда да в workbench обновите то вот тут появится наша база данных то есть вот эти запросы до create датабейс можно писать тут это я вам просто показал да что их одинаково как вот здесь запускать так и в идее шки то есть если у вас вот это окно отсутствует с базами данных да вы можете все это и вот здесь использовать но я буду работать вот в этом окне так значит эту мы команду запустили выполнили я это за комментирую и теперь нам надо создать таблицу автомобили теперь пишем создать таблицу автомобиля так принципе копируем что он там дальше пишет нам особо не надо так как и так понятно так переназываем все поля которые он создал называем таблицу cars оставляем айди тут давайте изменим на поле name модель но у нас не будет модель да там у нас будет просто бмв и не надо нам там x5 x7 там mazda тройка шестерка модель убираем оставляем вот выпуска ер ер так давайте цвет пускай будет color давайте сделаем прайс прайс это у нас будет int и спид не давайте вот назовем скорость это у нас будет дал был 52 сейчас сейчас же пяти все это скинем напишем и проверь да у был 52 подожди смотрите он нам написал что тут вот что-то исправил скорость double исправились скорость double я не вижу по по-моему все точно так написал что ты исправил видим короче я разница никакой не вижу так теперь смотрите запускаем этот код и видим до database not selected вот такая вот ошибка это я специально сделал чтобы вы знали если у вас высвечивается подобная ошибка сначала пишем команду use то есть использовать и надо использовать именно вот эту базу данных которые у нас есть потому что у меня на базе данных вы видели есть какая-то там сакилла вот что-то еще в общем тут мы пишем что используем вот эту схему и в ней же создаем вот эту табличку автомобиля теперь запускаем и теперь все отлично отработало теперь смотрите у нас базе education показывается есть одна табличка табличка называется cars и вот такие вот у нее колонки айди нейм и color price скорость обратите внимание как я написал скорость потому что у вас могут быть да какие-то разработчики не обязательно на русский там где у них да мы бы написали speed они воспользовались вот такой схемой написали скорость окей теперь смотрите нам вот этой же таблички надо создать класс вот он у нас создал создан класс cars мы должны составить все вот эти же поля причем поля обязательно должны быть private пишем private им тайги так сколько у нас полей раз два три четыре пять шесть еще дублируем и называемых name er color the color это у нас будет string name это у нас тоже будет string так теперь следующее это у нас call после колора идет прайс и да у был тут мы напишем speed то есть вот тут смотрите обратите внимание у нас все поля имеет идентичное название кроме вот speed тут у нас скорость сейчас объясню зачем мы это сделали и так вот этот наш класс он как бы отражает сущность нашей таблицы да поэтому мы его должны пометить аннотацией entity entity так и переводится между прочим сущность entity далее мы должны показать вот этот класс какой соответствует он таблице потому что таблиц может быть целая куча то есть обратите внимание класс называется карт единственном числе а тут название таблицы cars поэтому что мы должны указать мы должны указать аннотацию table и в круглых скобочках написать name cars то есть вот этому классу car соответствует таблица cars если бы у нас класс и таблица были бы абсолютно одинаковые да вот так вот тогда в принципе это можно не писать но я вам всегда рекомендую вот это прописывать так и смотрите у нас cars подсвечивается желтым жмем alt enter и выбираем вот это assign data source и тут мы выбираем вот наше education база данных да выбираем вот этот первый вариант ok то есть вот этот и теперь смотрите если у меня вот тут ничего не написано я жму control пробел и у меня есть возможность выбрать из выпадающего списка выбрали отлично теперь смотрите значит существует такое правило мы должны обязательно создать пустой конструктор то есть конструктор без аргументов жмем alt insert выбираем конструктор и выбираем вот это select null окей смотрите теперь создадим конструктор с аргументами опять же жмем или alt alt insert либо просто правой кнопкой и вот тут generate выбираем выбираем конструктор и выбираем все поля кроме ID окей теперь добавляем геттеры и сеттеры для всех полей и переопределяем метод to string пишем у string и выбираем вот этот второй вариант отлично теперь смотрите так же как и мы вот писали какое какая таблица соответствует какому классу да вот тут точно так мы должны проделать и с полями причем опять за обязательно мы должны указать какое у нас поле является айдиш ником то есть то у которой есть primary key то есть первичный вот этот ключ для этого у нас существует аннотация айди мы ее пишем над полем вот этой айди и далее каждое поле должно соответствовать какому-то столбцу в нашей таблице для этого существует аннотация column тут мы точно так аналогично прописываем нажимаем жму контрол пробел и выбираю вот так айди так давайте я вот это все скопируем и над каждым полем накажем эту аннотации только сейчас несем конечно исправление значит смотрите string name это у нас вот этот столбец name опять же ну контрол пробел выбираем далее поле er вот у нас таблицы эта колонка er контрол пробел драйвер так далее color тут вы сами понимаете color прайс прайс и вот тут самый интересный момент у нас поле speed а тут поле скорость поэтому мы тут указываем вот так вот скорость смотрите вот если у нас имя поле прайс и то же самое имя в таблице прайс то в принципе эту аннотацию мы можем не указывать вот они и так отлично ну так как они совпадают они будут скажем так синхронизированы тут обязательной аннотации является конечно вот speed и скорость потому что поля которые отображают одну и ту же информацию они называются по-разному вот ну считается правилам хорошего тона как бы над каждым поле над каждым полем указывать его имя так значит в принципе это все то есть если в двух словах как происходит вот это связывание над классом мы указываем аннотацию entity указываем имя этой таблицы с которой она будет связано и над каждым полем указываем вот этот аннотацию колонн и над айдишником вставим аннотацию айди и обязательным условием это является наличие конструктора без аргументов плюс геттеры и сеттеры так на этом это видео будем заканчивать напоминаю о том что вот этот весь код который вы увидели на уроке можете скачать из гитхаба ссылочки будут в описании ставьте лайки подписывайтесь всем пока